Маленькие продовольственные магазины давно потеряли популярность. Теперь народ выбирает гипер- и супермаркеты. Удобно и, в принципе, недорого. Можно купить товар на любой случай жизни. Обилие завораживает, а вот бдительность притупляется. Артем Гришанов, который и основал движение в Абакане против недобросовестных торговцев, знает не понаслышке, как делаются деньги на доверчивости покупателя. Работал я в магазине, но не будем говорить о ком. Там была целая полка подсорочной газировки. У меня, конечно, рабочий день не заканчивался, но менеджер сказал, что на следующий день не уберу. На следующий день прихожу на работу, смотрю, что никто не убрал из вечерней смены, хотя я говорил с сотрудником, с которым работал. И когда я начал этим заниматься, ко мне подбежал менеджер и сказал, бросай это гиблое дело, занимайся другим. То есть я как подчиненный, конечно, согласился. С этой работой Артем ушел и в свободное время стал бороться за права потребителей вместе с единомышленниками. Несколько раз в месяц они выходят в очищающий рейд. Артем выучил законы, права и обязанности продавцов. Его не раз пытались выгнать из магазина. Тут ведь и год непонятен, то есть 2000 какой, в принципе, можно убрать, потому что он не проходит по маркировке товара. Персоналу супермаркетов политика справедливой молодежи не нравится, а болезненнее всего администрация переносит камеры. Поэтому нашу съемочную группу спустя пару минут вежливо попросили удалиться. И, видимо, была причина. На прилавках известного в республике супермаркета пытались продавать просроченные конфеты и сливочное масло, пыльную колбасу. В холодильнике с рыбными пресервами и салатами было плюс 3 градуса вместо положенной минусовой температуры. В итоге испорченного товара набралась полная корзина для продуктов. Теперь администрация магазина обязана составить акт о списании и возврате просрочки. Активисты готовятся к новому рейду. Где пройдет внезапная народная ревизия, держится в секрете. Мария Добренина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.